Музыка Накануне 27 октября глава государства подписал соответствующий указ. На сегодняшнем совещании были обсуждены практические аспекты реализации задач, определенных данным документом. Утвержденные указом меры коснутся более чем двух тысяч государственных активов. Из них запланировано выставить на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости, подготовить 62 предприятия к приватизации, трансформировать 32 предприятия и отрасли, усовершенствовать деятельность 507 рынков. Кроме того, на торги будут выставлены 386 объектов, указанных в предыдущих актах, и 559 объектов, на реализацию которых уполномоченные хакимы. Скажем прямо, множество постановлений по приватизации было принято и прежде, однако многие предприятия и объекты остаются непроданными, не приносят пользу ни государству, ни предпринимателю. Потому что ни один руководитель не спустился вниз и не довел знаний и методику в этой сфере. Отныне руководители отрасли и регионов должны найти реальных хозяев для государственных предприятий и активов, чтобы задействовать их в полной мере, увеличить производство и число рабочих мест, расширить налогооблагаемую базу, сказал президент Шавкат Мерзиёев. На совещании указаны важные направления работы в этой сфере. Отмечено, что прежде всего необходимо подобрать отдельный подход к каждому из предлагаемых предпринимателям 479 предприятий и выставлять их на торги в упрощенном порядке. К примеру, предприятие техник Тамар-Лаш-Бутляш в городе Корши располагает двумя гектарами земли и сооружениями общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров, которые не используются. При этом сотни предпринимателей города обратились с просьбой выделить им землю. Таких примеров множество и в других регионах. Следовательно, необходимо провести инвентаризацию пустующих земельных участков и сооружений, а не востребованные предприятиями активы выставлять на аукцион. Дано указание создать новые рабочие места за счет проведения приватизации государственных объектов, указанных в принятых ранее постановлениях, а также полномочия по реализации которых переданы Хакимом областей. Касательно приватизации 62 крупных предприятий подчеркнута важность в первую очередь повысить их инвестиционную привлекательность. Так, годовая выручка предприятия «Куконнефтегаз» «Пармалашишляры» составляет 85 миллиардов сумм, но чистая прибыль намного меньше. Или же предприятие «Хорезмсуфкурырыш» последние два года не получает прибыль. При этом в Йонгьярыкском районе у данного предприятия имеется более одного гектара земель и сооружение площадью свыше 3000 квадратных метров, которые не приносят дохода. Ответственным лицам поручено провести диагностику таких предприятий перед приватизацией, разработать адресную программу по их аудиту и упорядочению отчетности. Затронуты вопросы трансформации государственных проектных институтов. В стране растет число крупных строительных компаний. Поставлена задача улучшить качество проектов и систему управления за счет тесной кооперации строительных компаний и государственных проектных институтов. Новая система будет внедрена в первую очередь в проектных институтах Затем доля государства в проектных институтах будет реализована строительным организациям-партнером. На совещании обсуждены вопросы, связанные с рынками. Подчеркнута необходимость коренного пересмотра участия государства в более чем 500 рынках и торговых комплексах. В настоящее время 23 из них убыточны, 210 имеют низкую рентабельность. В таких условиях превращение рынка в центры не только для торговли, но и для отдыха и развлечений даст хороший экономический эффект. Для этого будут разработаны соответствующие проекты и объявлен конкурс среди инвесторов. Победителю конкурса будет выделен банковский кредит на наилучших условиях. Также если доходы рынка будут расти, а налоговые поступления и число рабочих мест регулярно увеличиваются, предприниматель получит возможность выкупить госдолю рынка в рассрочку и доступ к долгосрочным кредитам. Хакимом областей даны указания по упорядочению рынков и торговых комплексов в соответствии с этим механизмом. Указом президента предусмотрена трансформация 32 крупных государственных предприятий и хозяйственных объединений. В частности, намечено преобразовать вместе со всей структурой акционерное общество УЗКИМЬОСОНАТ, УЗАВТОСОНАТ, УЗДОНМАХСУЛОТ, УЗСУФТАМЫНОТ. С этой целью в Министерстве финансов организован отдельный департамент. Поручено глубоко проанализировать остальные отрасли и подготовить предложения по их трансформации. За реализацией обозначенных на совещании мер закреплены ответственные лица. Хакимам и руководителям секторов рекомендовано разработать для себя дорожные карты с точными расчетами того, какая добавленная стоимость будет сформирована, каким будет объем экспорта на приватизируемых предприятиях. Отмечена важность организации клиник и колл-центра по приватизационному консультированию населения и предприятий, создания и распространения на местах соответствующего методического пособия. Полезная информация будет регулярно вещаться на телевидении. Палатам Оли Мажлиса рекомендовано широко пропагандировать суть указа президента и установить парламентский контроль за честностью и прозрачностью процессов приватизации. Отмечена важность разработки проектов законов о приватизации и управлении государственным имуществом. На видеоселекторном совещании заслушаны отчеты заместителей премьер-министра, руководителей отраслей и Хакимов.